Десятиклассницы Ира и Арина рассматривают работы Заура Карамызова, представленные на выставке «Рождение звука». Здесь портреты мастеров Шихова и их творения, домры, балалайки, гитары. Всего около 20 фотографий. Девочки увлекаются краеведением и в рамках школьной проектной деятельности вместе со своим педагогом по обществознанию изучают историю шиховского ремесла. В ближайшее время мы будем запускать подготовку книги совместно с краеведами, школьниками. Мы будем собирать информацию, биографию тех мастеров, которые работают уже на территории округа несколько десятков лет. И надеюсь, что в скором времени у нас получится очень хороший материал. Первое упоминание производства деревянных музыкальных инструментов в деревне Шихова появилось в конце 18 века. Через столетия этот промысел стал для здешних мастеров основным. Во время расцвета ремесла одновременно здесь работали порядка 200 корифеев, сейчас около 10. При этом учеников у них практически нет. Для того, чтобы просто произвести балалайку, дерево, которое используется для производства музыкальных инструментов, и балалайка, и домбра, и гитар, должно сушиться не менее 15 лет. А вообще идеально 50. А для того, чтобы подготовить мастера, нужно не менее 5 лет, а в идеале 10-15. Это все очень длительные процессы. Анатолий Макеев занимается изготовлением щепковых музыкальных инструментов с 1978 года. Пошел по стопам своего отца и деда. Династию продолжает и его сын Михаил. Был у Анатолия Ивановича период, когда он создавал гитары и балалайки, но всю жизнь в основном делает домбры. Их звучание можно услышать во время выступления профессиональных оркестров в консерватории у учащихся Гнесинки. Это домбра малая концертная. Работа уходит порядка месяца на один инструмент. Материал здесь в основном используется. Кузов – это волнистый клен, гриф – это черное дерево, накладка, панцирь – черное дерево, то есть заказная механика и перламутровые точки для лодов. За вклад в развитие, возрождение и сохранение ремесленных традиций и общественному движению «Шиховские струны» вручили благодарственное письмо от главы Одинцовского округа Андрея Иванова. За круглым столом участники обсудили вопросы сохранения исторической связи, обучения мастерству и популяризации промысла. А завершился вечер концертной программы, которая позволила каждому зрителю открыть для себя новые возможности звучания щипковых музыкальных инструментов.